Это наше свет, живет и звезда свет. Работники Бийского Олюмного сегодня отмечают сразу два праздника. День химика, а еще юбилей завода. Масштабные торжества планировали устроить еще в прошлом году, но из-за пандемии не получилось. Особую гордость вызывает то, что в юбилейном году мы завершили строительство нового цеха, цеха по производству ТАТБ. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы. И в обозренном будущем совместно с нашими коллегами-ядерщиками я надеюсь, что этот цех начнет эффективно работать и приносить прибыль. Бийский Олюмный завод – градообразующее предприятие, на котором трудятся больше двух тысяч горожан. Продукцию, а это взрывчатые вещества – олюм, серная кислота – поставляют в разные регионы России, от Кольского полуострова до Дальнего Востока. Сегодня за особый вклад в развитие 11 заводчан удостоены самой высокой награды – звания «Почетный ветеран труда». Такие присуждают раз в пятилетку. Босс – часть моей жизни. Так с гордостью может сказать о себе каждый, кто работает или работал на предприятии. У многих общий трудовой стаж династии больше двухсот лет. Я живу этим заводом, вся моя семья этим заводом живет. И, в принципе, мои дети тоже не против продолжить нашу династию на этом заводе. У меня еще есть два маленьких сына, 12 и 10 лет. Ну, может быть, они тоже придут на наш завод. Много добрых слов было сказано в адрес ветеранов, которые стояли у истоков становления завода. Некоторые из них, будни трудовые, сменили на будни творческие. Так, команда КВН «Взрывая время» дошутилась аж до сочинского фестиваля. Дух КВНа, он ни с чем не сравним. Это очень интересно, очень увлекательно. Мы столько узнали про КВН, побывали вот в этой атмосфере, что это никогда не забудется. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые заводчане. Поздравляю ветеранов-химиков с профессиональным праздником. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев подарил им годовой запас чая для дружеских встреч. Работников завода за особые заслуги в труде отметили городскими, краевыми и федеральными наградами. Троим заводчанам депутат Госдумы Александр Прокопьев выручил благодарственные письма. Спасибо вам огромное. Яркие творческие номера и поздравления сменяли друг друга на протяжении всего вечера. Поздравили работников оборонного предприятия и представители Алтайского краевого законодательного собрания. Григорий Бахтин, Татьяна Ильюченко и Андрей Абрамов. Желаю бийским химикам, чтобы у вас всегда было много работы, ваш труд был достойно оценен, а также у вас была надежная смена. С профессиональным вас праздником! Также сотрудников БОЗа поздравили глава города Александр Студеникин и председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин. В этот праздничный день заводчанам желали не останавливаться на достигнутом, не бояться смелых экспериментов, всегда быть в поиске новых открытий и ставить только удачные опыты. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий, Будни.